Здравствуйте! Меня зовут Мария. Здравствуйте! 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 Николай Степанович Баюшкин Я, Болян Сирис, Инязор Рызианского народа, прибыл на конгресс как наблюдатель. То есть, согласно положению о рызианских представительных органах, Инязор имеет право представлять народ, но только не в конгрессе. Какие проблемы были у рызианской делегации на пути к этому конгрессу? Консультативному комитету понадобилось полтора года, чтобы сообщить рызианской делегации о неправильно оформленных документах. Это было сделано за два дня до окончания регистрации, это было сделано за две недели до начала работы конгресса. То есть, ирзианская делегация в любом случае уже не успевала приехать на этот конгресс, то есть получить визу из России. Представители консультационного комитета пытались отправить ирзианскую делегацию на утверждение, согласовывать свой состав с российскими чиновниками. При этом Эстония позиционирует конгресс как неправительственное собрание, но опять же при этом отправляет нас, согласовывает наши списки с российскими чиновниками. То есть правительство не управляет конгрессом, но делегатов должны одобрять, утверждать, а значит и подбирать именно чиновники. Как думаете, делегаты, которых отобрали чиновники, чье мнение будут отставить в конгрессе, какие они будут принимать решения и о чем они будут говорить? Они будут говорить о том, что нравится чиновникам. К сожалению, из-за политической, именно политической позиции консультативного совета у ирзианской делегации не получилось поработать на конгрессе. Возможно, там за мной, за спиной и есть люди, которых прислала Москва, но, как и не взор, говорю, что мы не считаем их, они не могут считаться представителями ирзианского народа. Консультативный комитет ожидал на конгрессе приезда президента Путина. И активисты должны были просто оформить массовку этой встречи. Простите, но ирзиане такой массовкой не будут. Если президент Эстонии желает разговаривать с Путиным, это суверенное право госпожи Калюлайт. Но для этого не нужны конгрессы и делегации. Мы считаем, что конгресс переживает кризис. Это не первый всемирный конгресс финно-угорского народа, куда мы стараемся попасть. Вынужден констатировать, что конгресс, как площадка для встречи и обмена мнениями финно-угорских народов, находится в серьезном кризисе. Она превращается в европейский аналог форумов Ассоциаций финно-угорских народов России. То есть это торжественные собрания, которые имеют протокольный характер. На этих собраниях избегают острых тем, чтобы не раздражать Российскую Федерацию, какую бы политику она не проводила по отношению украинских народов. Конгресс все меньше напоминает представителя финно-угорских народов и все больше похож на фольклорный съезд. Конгресс не в состоянии решать проблемы финно-угорских народов. Он даже говорить об этом вслух, в голос, публично не может. Он не может озвучивать и обсуждать эти проблемы. Те вызовы, которые сегодня стоят перед финно-угорскими народами, и особенно теми, которые живут в России, они нуждаются не в концертах, не в совместных фотографиях в национальных костюмах. Они требуют международных инструментов давления на Москву. Но мы не просто критикуем, мы предлагаем, потому что нам нужен этот Конгресс, нам очень нужен этот Конгресс, но не в таком формате. Мы думаем, что Конгресс требует перезагрузки. Он должен стать площадкой для активистов, а не для чиновников и представителей власти. Для этого следует внести в регламент некоторые изменения. Во-первых, следует закрепить в регламенте, что финно-угорские народы самостоятельно определяют своих делегатов на Конгресс. Никто не имеет права отправлять представителей национальных представительных органов к чиновникам. Эрзя, как и Мокша, Мари, Удмурты – это полноценные народы. Это не структурные подразделения Министерства культуры или Федерального агентства по делам национальностей. Совет Резион Старейшин не подчиняется никаким российским правительственным структурам. То, что Консультативный комитет заставляет нас выполнять указания российских чиновников – это позорно. И этой позорной практике нужно положить конец. Во-вторых, Конгресс должен представлять гражданские общества, а не министерства, департаменты и спецслужбы. Следует запретить чиновникам принимать участие в Конгрессе в качестве делегатов. Они могут присутствовать, но исключительно как гости, без права голоса. Представители власти и представители гражданского общества – это разные вещи. Ассоциация финно-угорских народов, руководители которой назначаются из Москвы, не может быть институтом гражданского общества. Это правительственная структура. В-третьих, состав делегации в день открытия Конгресса должен обязательно публиковаться. Это не может быть закрытой, это открытая информация. Мы должны знать, кто именно представляет наши народы и кто именно говорит от нашего имени. В-четвертых, необходимо создать все условия, чтобы каждый народ получил право на выступление с трибуна Конгресса. Заявил, мог заявить о своих проблемах, предложить пути решения этих проблем, выразить свое мнение, ведение этих решений. Сегодня эпохальными вехами, такими грустными для финно-угорских народов Российской Федерации, является самосожжение Альберта Разина, убийство Евгения Юшкова, запрещение традиционной марийской религии, отказ открывать арзианскую гимназию в Саранске, извлечение, удаление из учебных программ наших языков. И поэтому мы имеем право говорить об этих проблемах, мы вправе говорить об этом, а нас посылают слушать лекции об изменении климата. Я ожидаю, что мне будет предоставлено слово для выступления с трибуна Конгресса. Я хочу выполнить поручение Совета старейшин, рассказать о современном состоянии арзианского народа и внести предложение на рассмотрение делегатов Конгресса. Как главные старейшины арзианского народа, как и незор, публично обращаюсь к эстонскому государству, мы ожидаем ответа от Реги Когу на обращение лидеров национальных движений коренных народов Российской Федерации. Это обращение мы адресовали президенту Реги Когу Хенну Пылуасу еще в мае 2020 года. К сожалению, мы так и не получили ответа. Некоторые из подписантов этого обращения, те из них, кто остается на территории Российской Федерации, уже подверглись преследованиям и притеснениям со стороны Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Я прошу эстонской власти не медлить с ответом, потому что люди рискуют жизнью и свободой, всего лишь обращаясь к своим эстонским братьям. И мы ожидаем, что наши братья нас услышат. Спасибо вам большое. Я готов ответить на ваши вопросы. Вы хотите отдельное интервью? Хорошо. У меня вопрос. Вы сюда пришли в каком делегации? Я приехал сюда в качестве наблюдателя от эрзианского народа. Так мы подавали заявку. Делегатами нас не пропустили, чтобы мы не имели права голоса. Сегодня я хочу поблагодарить организаторов Конгресса, потому что вместе с флагами других народов сегодня висит эрзианский флаг. К сожалению, рядом с мордовским флагом, то есть мордовской делегацией, вот обратите внимание, справа наш черно-красно-белый, а справа мордовский флаг, республика Мордовия, делегация, которая сегодня не пришла. Когда я говорил о кризисе, я имел в виду еще и то, что организация финно-угорских народов отказалась работать в Конгрессе. Они обвинили Конгресс в политизации, они обвинили Конгресс в разыгрывании финно-угорской карты так называемой. Они обвинили Конгресс в том, что Конгресс говорит только о проблемах финно-угров Российской Федерации и не говорит о проблемах, например, финнов, эстонцев и венгров. Но согласитесь, что это разные проблемы. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Так, тогда отдельное интервью будет, да? Хорошо. Тогда мы заканчиваем наш брифинг, потому что журналисты хотят говорить отдельно.